Всем привет, с вами Прия. Недавно в Харстоуне стартануло обновление под названием Натиск Драконов. И, собственно, имеется некоторое количество комплектов карт, так как я человек, любящий проверить свою удачу. Хочется проверить ее в рамках данной игры, посмотреть, сколько эпических легендарных карт упадет. И, конечно же, насладиться всем этим моментом. 151 комплект карт — это действительно много, и, может, упадет что-то действительно классное. Все-таки помимо Warcraft'а нужно и в других играх пытаться что-то классное сделать. Ну вот, на текущий момент меня интересует Харстоун. Вся его рандомность, вся его интересная скрытая сущность в подтасовке карт, в некотором рандоме и прочем. При входе, конечно, при купленном предзаказе, сразу легендарочку дадут, это понятное дело. Окей. Дарнозму, в принципе, карта пристань неплохая. Ну и, само собой. Праздничный дейлик. Да, надо комплекты для начала закупить. Опа. Типа бесплатный пак. А, это Голокрон для всех, имеется в виду. Типа, эти облики есть у всех. Ну, хорошо. 150 ровно комплектов карт натиска драконов. И один-одинешенек. Стандартный. Все абсолютно ускорю. Начну процесс вскрытия. Надеюсь, упадет что-то реально классное, что заставит меня обрадоваться. Окей, легендарная карта Шума, которая была на турнире, анонсирована по Баттлграундзам. Ну, такое. Дракония погибель. Ну, прекрасная карта, с хорошими статами, сама по себе. Да и к тому же, нанесение 5 урона случайному противнику. По крайней мере, для Ханта это сильно. Да и, в принципе, если эта легендарка была бы общей, то, наверное, в любой какой-то агроколоде она имела бы место быть. Хоть и уровень моей аналитики не особо замечательный, но все же примерно понимаю то, что эта карта неплохо будет играть в некоторых колодах. Класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Изера освобожденная замешивает 7 порталов сон в колоду. При взятии каждого из них вы призываете случайного дракона. Будет ли это работать в плюс? Вопрос хороший. Или это просто засорение деки? Но в любом случае, если будут вызываться драконы по типу 12-12 варовского, ну или колес гасомаговского 4-12, то это будет интересно. Продолжение следует... Ничего не хочу сказать, но чувствую, вот этот вот человек все мои легендарки забирает, потому что осталась треть всех паков, и что-то как-то маловато налуталось. Окей, хорошо, Веранус. Здоровье всех существ противника равно 1. Карта для охотника. Неплохо насыпало. Нитхек призывает 2 яйца, на следующем ходу из них появятся драконы 4-4 с натиском. Ну, в принципе, даже если у него выживет одно яйцо, как бы это грубо не звучало, вполне неплохо. Двенадцать-двенадцать. Окей. Именно тот дракон, про которого и шла речь изначально. Атакует всех других существ. Карта воина. Ну, окей, хорошо. Возможно, это где-то можно использовать. Я думаю, да. Возможно, это где-то можно использовать. Флик заточка. Уничтожает существо и все его копии. Приятно против каких-нибудь прыгскокеров, как вариант. Но будут ли играть такие деки вообще в принципе, и кто на них будет играть, вопрос хороший. Но, как вариант, сам по себе эффект прекрасный на уничтожение существа. Ну что, последний пак. Так, в теории нужно бы в него вложить всю энергию, но что-то я чувствую, ее уже не особо-то и осталось. В принципе, карта неплохо упала. Но я буду рад, если с этого пака упадет пять легендарок. Конечно же. Понимаю. Окей, посмотрим, сколько пыли. Выпадет со всего этого добра. Я думаю, тысяч, наверное, две-три повторных карт. Нормальное количество упало. Я помню, катающееся пламя упало в тройном количестве. Одно золотое. Сколько оно стоит? Что я вот это не глянул. Да, да. Одно золотое и три эпических. Окей, я думал, их две упало эпических. Четыре тысячи триста тридцать пять пыли. Три эпических лишних. Ну, то есть, имеется в виду более двух копий. Девяносто пять редких и четыреста двадцать семь обычных лишних карт. Интересно, по какому количеству они, интересно, упали. Ну, так просто ради прикола глянуть. Надо манокурбу убрать. Восемь чирокрылов. Шесть союзников. Это побочные задачи, новая механика. Ну, неплохо. Четыре копыли. Ой, какая интересная анимация. Колбочка прям появилась на четверть экрана. По-моему, раньше такого не было. Ну, я подумаю, что можно из этого собрать, как говорится, все-таки. Будучи игроком Warcraft, сложно что-то продумать самому, поэтому буду черпать информацию из каких-то сайтов. Вот, там уже видно будет. Так что счастья вам всех благ. Здоровья, как говорится, берегите ноги. Не забывайте о ссылочках в описании. Ну, и удачи вам при открытии комплектов карт.